Встреча с Бахмутом Один танк Кремль в методичках просил российских пропагандистов не акцентировать на этом внимания, пишет Медуза А еще просил не занижать ожидания от готовящегося большого контрнаступления украинской армии Чтобы, если что, объяснить россиянам сдачу захваченных территорий превосходящими силами соперника Методички Кремля обсудим в эфире А еще расскажем о политической сатире на сцене первого полуфинала «Егровидения» Это программа «Утро» на канале «Настоящее время» Сегодня среда, 10 мая И с главными новостями к этому утру вас познакомлю я, меня зовут Алексей Александров Здравствуйте! Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящее время» Обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей Итак, украинская армия на Донбассе провела штурм российских позиций в Бахмуте В результате чего российские войска отброшены на несколько километров Об этом сегодня ночью заявил командир тактической группы «Азов» Андрей Белецкий По его словам, ВСУ разгромили подразделения 72-й бригады российской армии Уничтожили большое количество военной техники и захватили в плен многих российских военных Также, по словам Белецкого, большие потери из-за штурма ВСУ понесли подразделения ЧВК «Вагнера» О контратаке ВСУ сегодня ночью пишут и украинские, и российские провоенные телеграм-каналы Которые утверждают, что украинские военные вклинились в российскую оборону В результате наступальных дней третьей окременной штурмовой бригады Збройных сил Украины Разгромлены подразделы 72-й бригады Российской Федерации Фактически полностью снищены 6-й и 8-й роти данной бригады Розбита бригадная разведка Знищена значная количество боевых броневых машин Захоплена значная количество полонений Так званый третий штурмовый загин ЧВК «Вагнер» понес великие втраты Наступальные действия велися в смузе шириной 3 км и глубиной 2,6 км Вся данная территория полностью свинена от российских оккупационных войск Ни украинский, ни российский генштаб официально действия ВСУ в Бахмуте не комментировали Но тут важно другое Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вчера опубликовал видео, в котором заявил, что подразделения российской армии Речь идет о все той же 72-й отделе мотострелковой бригаде бегут из Бахмута, бросая свои позиции У нас все время крутятся интриги, у нас Министерство интриг, местное Министерство обороны Поэтому у нас армия бежит Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра На которых у меня погибло порядка 500 человек Потому что это был стратегический плацдарм Они просто взяли и драпанули Пригожин продолжает жаловаться на снарядный голод При этом в восточной группировке войск украинской армии заявляют Что никакого так называемого снарядного голода у ЧВК «Вагнера» в Бахмуте нет О боях за город и спасении украинских защитников, которые получили ранения Смотрите специальный репортаж нашего корреспондента на фронте Репортаж из-под Бахмута Андрея Кузакова Линию соприкосновения можно отчетливо увидеть по дыму после разрывов снарядов Это район Бахмута В восточной группировке войск ВСУ говорят Что никакого снарядного голода на Бахмутском фронте у российских подразделений нет Всего за сутки российские войска могут нанести здесь около 500 и более артиллерийских ударов Вот и сейчас мы здесь находимся и слышим, как постоянно прилетают снаряды В этот стабилизационный пункт 3-й штурмовой 80-й бригад уже с утра привезли больше 10 раненых Антона из горно-штурмовой бригады ранила в ногу и подбородок Говорит, что во время штурма недалеко от самого Бахмута Там его подразделение пошло в атаку на российские позиции Накануне его подразделение уже отбило две позиции у российских военных Чем закончилась сегодняшняя атака, Антон говорит, что не знает По словам врачей, количество раненых зависит от ситуации на поле боя Хирург Андрей уверяет, что сейчас украинские военные стараются максимально продумывать каждый военный маневр до мелочей Это влияет на количество ранений Каждого, кто попал к нему на стол, хирург пытается подбодрить Даже если хлопец бачит по своему стану, что он тяжкий, он відчувает Но если ему лекарь скажет, что там ничего страшного нема Ну да, что это тиждень, это несколько недель и больше Это самая боевая готовность У них трошки и настрой, это відчувается Вот, они лучше переносят вот эти згоды с раненым Зашли на ухоп, выкупав его, почистил и держи Покрасил, купил на него калиматора, чтобы с этой же зброей вбывать А что делать? Тем временем боец Денис из 80-й десантной бригады показывает трофей Его подразделению удалось выбить российских солдат из двух посадок рядом с трасой, которая ведет на сам Бахмут Теперь украинские десантники надеются, что защитникам города будет немного легче Российские подразделения посадки попытались сразу вернуть Мы просто прикрывали его огнем, потом доносили бека, сразу занимали позиции, когда уже там, так скажем, уже никого не лишилось в живых Ну, заступили, укрепились, чекали наступных подальше идти Ну, дальше там они пробовали что-то отбивать, трохи позиции, но мы успешно реагировали и отбили их В это время своей пехоте помогает артиллерия Работы в последние дни, говорят артиллеристы, предостаточно Ситуация стабильно тяжелая, но линия фронта, как бы, мало изменилась Там какие-то 100-200 метровые пересувания Наши пехоти И, ну, работаем нормально, наши хлопцы из арты Вот и сейчас приходит новая цель После стрельбы артиллеристы видят, как ежик запутался в маскировочной сетке В этот момент кажется, что для этих бойцов война остановилась Они не бегут в укрытие, хотя может быть ответный огонь Все бросаются спасать ежика Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Палий Настоящее время Украинские военные заявляют, что у российской группировки вторжения под Бахмутом Нет никаких проблем с боеприпасами Но основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает буквально в ежедневном режиме Жаловаться на снарядный голод Накануне Пригожин вновь обвинил российской Минобороны в том, что оно не выполнило обещаний по поставкам снарядов российским наемникам, которые штурмуют Бахмут В опубликованном вчера видео Пригожин рассказывает, что военные решили дать вагнеровцам только 10% от запрашиваемого количества снарядов И Пригожин вновь перегрозил российскому руководству оставить позиции в Бахмуте На видео Пригожин упоминает некого счастливого дедушку, который, несмотря на обстановку и тяжелое положение российских формирований на фронте, думает, что ему хорошо Но, говорит Пригожин, может оказаться, цитата, законченным мудаком Давайте послушаем вот этот фрагмент речи Пригожина Промышленность стругает вот такие вот снаряды А вместо того, чтобы отдавать их в войсках, их накапливают на неких складах, для чего никто не знает И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата Убивают наших солдат А счастливый дедушка думает, что ему хорошо И что делать дальше стране, если он окажется прав Дай Бог всем здоровья А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России И как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю Окажется, что этот дедушка законченный мудак Ну вот и после этого видео в соцсетях, конечно же, стали гадать Кого Пригожин называет дедушкой Ведь дедом или бункерным дедом критики часто называют Владимира Путина Ну, если вы помните, поисковый сервис Яндекс даже блокировал выдачу изображений Путина по запросу бункерный дед Об этом ранее писала Медуза А вот что вчера писали в соцсетях о высказывании Пригожина Первый наезд на Путина получается Интересно, кого Пригожин имеет в виду? Кто такой дедушка? Это он про бункерного деда или еще какой-то есть? Интересно, в его речи дедушка это кто? Неужели Путин? Тогда он первым метнул в обнуленного камень? Или я чего-то не понял? У Владимира Путина вообще не очень складываются отношения с разного рода Пригожинами Иосиф Пригожин недавно назвал президента лилипутом, сатаной и пустышкой Евгений Пригожин вчера назвал президента законченным мудаком Ну еще раз напомню, на прошлой неделе Пригожин выпускал видео, в котором обматерил глав Минобороны и генштаба Сергея Шойгу и Валерия Герасимова на фоне тел убитых российских наемников И тогда Пригожин обвинил военное руководство в том, что оно отказывается давать вагнеровцам боеприпасы Позже, в еще одном видео, Пригожин заявил, что либо он получит достаточное количество снарядов, либо его бойцы уйдут из Бахмута 10 мая В воскресенье Пригожин заявил, что конфликт исчерпан, Минобороны якобы пообещало выполнить его требования, однако во вторник выяснилось, что вагнеровцы так и не получили достаточного количества снарядов Сейчас в нашем эфире политолог Андрей Колесников Андрей, здравствуйте Здравствуйте Вы, как думаете, кого Пригожин называет дедушкой? Ну, как-то даже до конца не верится в то, что он мог так напрямую обратиться или так назвать верховного главнокомандующего Но, судя по степени фрустрации Пригожина, судя по тому, как он до этого называл, какими словами, официальных лиц, вполне официальных руководителей официальной армии Можно предположить, что он действительно немножечко оторвался от материнской платы, уже не чувствует себя кремлевским поваром, подающим что-то на стол А чувствует себя более или менее самостоятельной фигурой Что вполне возможно, учитывая то обстоятельство, что он действительно бывает как бы на фронте, а там сознание в существенной степени травмируется Это серьезные дела У него люди гибнут пачками, он этого не скрывает И, кстати говоря, это ведь тоже несколькими микширует картинку, привычную для зрителей телеканалов Никто не говорит о масштабах потерь Последний раз официальная цифра называлась в сентябре А пригожин показывает какие-то потери Пусть это неформальные войска, пусть это зэки, пусть это те, кто являются наемниками Но, тем не менее, это вообще говоря граждане России И как это влияет на официальную кривую смертность в нашей стране То есть он и здесь как бы несколько открыт Но это его стиль, он еще любит завышать ставки, в том числе в бизнес-борьбе Как он завышал ставки, например, в конфликте с Бегловым Где его Путин, опять же, не поддержал, а скорее поддержал Беглова Но, тем не менее, пока он в какой-то степени нужен власти Как поставщик живой силы двору его величества С ним будут мириться, потому что он эффективен Но это не означает, что его как бы не уберут с дороги в тот момент, когда он не понадобится А его официальный статус не очень понятен Вот сейчас в Думе ведутся дискуссии, приглашать его в Думу или нет И мнения разные, потому что люди пытаются угадать Люди, которые находятся во власти А какой у него статус, а можно ли его пригласить, а можно ли с ним разговаривать Каково его влияние, он станет официальным политиком Или останется вот таким вот как бы полевым маргиналом Это никому не понятно Ну вот я еще видел версии, что так он все-таки называет дедушкой Шойгу Но вообще, так или иначе, это видео действительно очень, в этом видео непонятно Кого он именно имеет в виду И первые ассоциации, конечно, приходят в голову про Путина Могут ли эти ассоциации приходить в голову не только мне или вам, но еще и людям в Кремле И вообще, могут ли в Кремле решить, что Пригожин действительно оскорбляет Путина? Вполне могут Ну, там же сидят люди, которые, наверное, в чем-то хотя бы ориентируются И прекрасно знают, кто у нас дед Это действительно, как бы, прозвище, назовем это так Закрепилось за действующим президентом Российской Федерации Ну, от этого деваться некуда У Шойгу нет такого рода прозвища Поэтому очень сложно предположить, что в какой-то такой неделикатной манере имел в виду его Пригожим Тем более, что Пригожин Шойгу называл напрямую, всякими плохими словами Здесь мы можем гадать миллион раз, действительно, кто из где Но это на самом деле некий такой провозвестник возможной отношения негативного к Путину Со стороны, отнюдь не интеллигенции либеральной Со стороны таких вот людей, которые настаивают на еще большей жестокости Еще больше активности на фронтах Которые настаивают на другой линии военной Которые считают, что военное руководство виновата в том, что боевые действия ведутся неэффективно Такие люди есть, такие люди будут Катастрофа длится уже больше года И вообще говоря, если брать пример, допустим, Первой мировой войны Недовольство как раз тем, как ведутся боевые действия Возникло примерно через год после начала Первой мировой войны Я имею в виду с российской стороны Уж через два года недовольных было очень много Не потому, что часть людей, естественно, хотела мира Но часть хотела более эффективных боевых действий И обвиняла руководство и царя, и императрицу в том, что они неэффективны Здесь может произойти ровно то же самое Таких вот число пригоженных такого рода Оно может увеличиваться Андрей, ну вот Владимир Путин любит, как и, в общем, Кремль за ним любит повторять И говорить про красные линии Следующий вопрос я вам задам их выражениями Для Путина личные оскорбления, если они не имели места Это красная линия? Возможно, красная, да, человек обидчивый, человек достаточно мстительный Но его месть уж точно подается холодной Он умеет выдерживать паузы И театральные, и как бы такие прагматические паузы Если Пригожий ему сейчас нужен, ну окей, пусть продолжает высказываться Но при этом пусть продолжает воевать И поставлять пушечное мясо Он нужен А когда, опять же, нужно будет от него избавиться Или перекинуть на другой участок работы Это будет сделано Путин наблюдатель Он в этом смысле не торопится Он нескор на расправу Но, безусловно, это где-то отложится в его сознании Но здесь Кремлю бы подумать действительно о другом О том, что число людей, недовольных тем, как ведутся боевые действия Но может увеличиться Именно вот со стороны такой, как бы, ультраконсервативных сторонников войны Андрей, спасибо вам огромное Очень удивительно, конечно, наблюдать за тем, как Пригожин действительно все больше начинает играть Как будто бы не по правилам, совсем не по правилам Кремля Андрей Колесников, политолог, был гостем утреннего эфира настоящего времени Спасибо Ну а вчерашний парад победы в Москве на Красной площади Владимир Путин принимал в компании не только лидеров шести государств Но и в компании ветеранов НКВД и КГБ Об этом пишет российское издание агентства Во время парада Путин сидел рядом с двумя ветеранами Между двух ветеранов Однако ни один из них не воевал против фашистских войск Один из них в составе НКВД боролся с подпольем в Украине А второй участвовал в подавлении Паражской весны в 68-м, пишет агентство По правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин В 42-м году он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал В 44-м году его в составе НКВД отправили во Львовскую область Выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины Тогда это так объяснялось По левую руку от Путина сидел Геннадий Зайцев В фуражке Зайцев родился в 34-м году и не участвовал в войне В 53-м году его призвали в армию И после окончания срочной службы он остался в армии, а в 59-м году начал служить в КГБ В 68-м году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию Для подавления антисоветских протестов и Паражской весны И руководил группой 7-го управления КГБ Советского Союза в операции «Дунай» Как назывался, собственно, ввод войск в Чехословакию Под руководством Зайцева было захвачено здание МВД в Праге Кремль еще до парада 9 мая рекомендовала российским пропагандистам Активно не рассказывать о подготовке к этому параду Об этом пишет российское издание «Медуза» Один из сотрудничающих с властью политтехнологов в разговоре с «Медузой» Предполагал, что дело в частности в том, что в параде к участию планировалось меньше техники, чем в прошлые годы А та, что все-таки выйдет на площади, по большей части окажется старой Ну, так в итоге и оказалось, причем и в Санкт-Петербурге, и в Москве На параде по Дворцовой и, соответственно, Красной площади проехало всего по одному танку Причем это были танки Т-34 Хронику парада 9 мая в Москве ввел наш корреспондент Тимофей Рожанский Этот парад был примечателен своей скромностью Очень мало участников, очень мало техники, очень короткая речь Путина Да и сам парад был очень непродолжительным, в два раза короче прошлогоднего 8 тысяч военных прошли по Красной площади вместо 10 тысяч обещанных Из них 530 участники так называемой спецоперации Это самое маленькое число с 2008 года На трибунах сидели наемники ЧВК Вагнера, которых диктор назвал участниками штурмовых отрядов По сравнению с прошлым годом отсутствовали расчеты сразу нескольких воинских соединений Из военной техники был советский танк Т-34 в единственном экземпляре В прошлом году были десятки танков, в основном современных Бронеавтомобили, БТР и баллистические комплексы Искандер, ЗРК С-400 Это в этом году Образцов современной гусеничной техники на параде не было вообще Всего прохождение техники по площади заняло 5 минут Воздушную часть парада отменили вовсе Не было даже съемки с воздуха Владимир Путин в своей непродолжительной речи не сказал ничего нового Однако западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности Стравливают людей и раскалывают общество Провоцируют кровавые конфликты и перевороты Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм Уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком Традиционные тезисы Путина о нетрадиционных ценностях Запада Который желает реванша после поражения во Второй мировой войне И стремится к развалу России Но союзники у России тоже есть, отметил Путин В последний момент выяснилось, что гостями парада будут президенты Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана Такаев, Мерзиёев, Берды Мухамедов, Рахмон и Жапаров А также премьер Армении Никол Пашинян и Александр Лукашенко от Беларуси Они не сидели рядом друг с другом Между ними сидели ветераны Вид у всех был очень серьезный Никто, судя по трансляции, ни разу не улыбнулся Да и в целом ощущения праздника, конечно, никакого не было Против нашей Родины вновь развязана настоящая война Но мы дали отпор международному терроризму Защитим и жителей Донбасса Обеспечим свою безопасность Высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ Он стал заложником государственного переворота И сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев Разменные монеты в реализации их жестоких, корыстных планов Путин вспомнил о борьбе Китая с Японией Но не сказал об американцах, которые также воевали во Второй мировой против нацизма Путин сказал о защите Донбасса Это можно вспомнить, если размышлять над целями так называемой спецоперации Но не сказал ни слова о Херсоне или Запорожье Закончилось мероприятие возложением цветов к могиле неизвестного солдата А после праздничным обедом На обеде, впрочем, не было Жапарова и Лукашенко Последний полетел в Минск И, как заметило белорусское издание «Наша Нива», возможно, это связано со здоровьем Лукашенко Который даже путь от Красной площади до могилы неизвестного солдата В отличие всех остальных, проделал на электрокаре А не пошел пешком О танках в единственном экземпляре на парадах в России Мы поговорим с Алексеем Гетьманом, военным экспертом Он присоединяется к нашему эфиру Алексей, здравствуйте Доброго дня Раньше танки Т-34 открывали в России вот эти парады Сначала один легендарный, а потом современный Но вчера один танк Т-34 в Москве, один танк Т-34 в Петербурге В Нижнем Новгороде было два танка Т-34 и Т-80 Вы понимаете, почему в России на парадах в этом году не оказалось даже танков? Ну, вы знаете, говорить о том, что все танки Россия задействовала в войне против Украины Но это было бы преувеличением Мы не должны становиться похожими на Россию, на их пропагандистов И говорить такие вещи, которые не совсем соответствуют действительности Американский институт исследования войны проанализировал эту ситуацию Почему было мало танков? Скорее всего, с точки зрения американского института Путин, ну и военно-политическое руководство России Не захотело большое количество техники ставить на парад Для того, чтобы люди не обвинили якобы это руководство в том, что они отдали приоритет параду Вместо приоритету военным действиям Скорее всего, это одна из причин Наверняка их причин несколько Но точно нет причины, что у них не хватает танков на парад Это выглядело бы как минимум наивно А как вам идея о том, что могли намеренно, собственно, в большом количестве не концентрировать технику Чтобы, например, в эту технику во время парада не упал на нее украинский дрон Как это было, уже, собственно, на Кремль дроны падали Это тоже вполне вероятно Это, ну, знаете, в каких-то больших событиях, ну, всегда упрощенный вариант Это искать одну причину Как правило, причин этих несколько Я думаю, это тоже одна из причин, что они побоялись Ну, побоялись, что будет атака наших дронов И на большое количество техники И вот таким образом они попытались предотвратить Ну, и те гости, которые приехали, они тоже использовали землю Я имею в виду руководителей других государств Там семь представителей Это тоже использовалось как живой щит для того, чтобы Ну, мы не атаковали Ну, мы бы и не атаковали Ну, те люди, которые поддерживают страны, поддерживают Путина Это их, по большому счету, право Мы живем в демократическом мире Ну, у нас, по крайней мере, в Украине демократические ценности Эти люди поддерживают Путина Но они не принимают участие непосредственно в боевых действиях против нашей страны Ну, кроме Лукашенко Поэтому, ну, нет смысла их атаковать, по крайней мере, пока Поэтому поживем и увидим, как она будет дальше развиваться Если бы не вот эти гости Если бы не маленькое количество техники То, скорее всего, все-таки, я думаю, была бы атака наших дронов Но ее не было Вот есть такие анализы Может, просто не получилось, не долетело Если бы не получилось и не долетели бы То их сбили бы где-то в Российской Федерации на подлете То об этом было бы очень много информации Очень много было разговоров на пропагандистских каналах России Скорее всего, было принято Это уже точно политическое решение Не запускай дроны Ну, они бы сыграли как раз в минус для нашей страны Для имиджа нашей страны Поэтому, скорее всего, это все-таки было правильное решение Алексей, ну вот все же по Красной площади вчера шли бронеавтомобили БТР, там были баристические комплексы Искандер и С-400 Вообще по этому оружию Можно делать какие-то, в принципе, выводы Не знаю, о количестве техники в российской армии Или вот парад, это совершенно нерелевантная такая история По которой ни о чем нельзя судить Вы знаете, ну, для парада часто используются даже муляжи И, как правило, техника, которая используется на параде Ну, это правило и в других странах, где используется парад И тут в этом нет ничего зазорного Это не боевая техника Чаще всего это техника, которая внешне выглядит как серьезные Ну, как комплексы, зенитно-ракетные комплексы А чаще всего это муляжи И техника просто говорит о том, что мы не будем атаковать Красную площадь в день парада Россияне этого наверняка не знали И они опасали, что даже дальнобойные зенитно-ракетные комплексы могли бы сбить Вот это была бы, конечно, шикарная картина Могли бы сбить несколько самолетов, которые там летали Давайте так, не усложняй Дальнобойные ракетные комплексы сбить самолет над Москвой? Ну, я думаю, что они не могли бы сбить самолет над Москвой Но россияне... Нет, зенитно-ракетные комплексы так далеко не стреляют Максимальная дальность полета из нефтеракетного комплекса Это 150-200 километров И то это по целям Которые летят очень высоко Которые можно перехватить До Москвы бы не дострелили Но они боялись, что это могут быть Давайте партизаны, например, наши С переносными из нефтеракетного комплекса Давайте, ну мы не знаем, из чего они боялись Это было бы возможно в Москве, Алексей? А почему нет? Ну потому что Россия Суперохраняемая страна, в принципе Перестаньте Вы знаете, давайте Насчет Суперохраняемой, насчет диверсантов Есть очень много историй, которые Рассказывает Российская Федерация Вы знаете, как, ну, я не думаю, что Открою большой секрет Но у меня в подразделении были Достаточно диверсантов, людей, которые занимались Этими вопросами Для того, чтобы составить диверсию, например, в Москве То не надо приезжать туда с бомбой И с рюкзаком ползти через границу Достаточно, чтобы там было место Где можно остановиться, какая-то квартира И максимум 300 долларов И все, что нужно для того, чтобы приготовить бомбу Можно купить в хостоварах И в аптеках Поэтому давайте, ну, как-то В Дзеймсу Бонда, там, с такими-то тайными оружиями Все это делается Можно самостоятельно изготовить бомбу И взорвать там Кремль Если было бы такое большое желание Ясно, Алексей, я вашу мысль понял Алексей Гейтман, военный эксперт В нашем эфире попытался объяснить Почему Кремль 9 мая Отказался от военной техники И авиации, и танков на параде в Москве Алексей, спасибо огромное Это программа «Утро» на канале «Настоящее время» Сейчас я попрошу вас поставить лайк Под нашей трансляцией Если вы смотрите нас в Ютубе, Фейсбуке В сегодня программе мы самое время Это сделать И в это же мгновение я передам слово Моей коллеге Ане Бравко У нее есть для вас другие новости Этого утра Ань, привет, какие же именно? Леш, привет Буквально несколько минут назад Ряд российских телеграм-каналов сообщил, что Сегодня утром в результате атаки беспилотников На военный полигон Погонова Это в Воронежской области Ранены более 10 российских военных И по данным источников телеграм-канала Астра Атака произошла сегодня в 4 утра На место уже отправили 10 бригад скорой помощи Кроме того, в России и в Курганской области По информации ТАС число погибших Из-за лесных пожаров выросло до 21 человека А в США суд признал Дональда Трампа Виновным в деле о попытке изнасилования Об этом расскажу подробнее Но сначала вернусь к теме вчерашнего мини-парада в Москве Я собрала небольшой дайджест любопытных деталей о праздновании 9 мая Вчера Александр Лукашенко, нарушив многолетнюю традицию Не выступил с речью над церемонией возложения цветов К монументу Победы в Минске Вместо него это сделал министр обороны Беларуси В СМИ предположили, что Лукашенко болен В подтверждении этой версии вспомнили его поведение утром того же дня в Москве На ладони Лукашенко журналисты Белсад заметили бинт Кроме того, он был единственным, кто не пошел с Путиным возлагать цветы Эти 300 метров от тротуара до стелы его везли на электромобиле Ну а после парада он не явился на неформальный завтрак с приехавшими в Москву лидерами стран Тем временем белорусские и украинские пограничники с помощью билбордов Обменялись, так сказать, приветствиями к 9 мая На кадрах, которые в телеграм-канале разместил телеканал Белсад Видно, что со стороны Беларуси в сторону Украины стоит плакат с надписью Беларусь помнит Украинцы, в свою очередь, развернули борт со словами Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм И на шести пунктах пропуска включили национальный гимн Украины А в Праге 9 мая перед посольством России чешская активистка провела выразительную акцию Как сообщает Радио Свобода, участница инициативы «Глаз Украины» Надела кокошник с буквой Z и залезла в синий-желтый бассейн, наполненный красной краской Она, по словам организаторов, символизировала кровь погибших в Украине в войне украинцев Но в Варшаве российского посла Сергея Андреева не пустили на мемориальное кладбище В прошлом году его облили красной краской в знак протеста против российской агрессии в Украине Теперь активисты преградили ему путь Потребовались снять с лацкана пиджака георгиевскую ленту и назвали российских дипломатов фашистами Сам Андреев в комментарии российским СМИ пожаловался на нарушение общественного порядка Но заявил, что не пострадал Уходить с площади ему пришлось под бой сирены воздушной тревоги В Украине на Донбассе погиб журналист Франс Пресс Арман Солдин По информации новостного агентства и коллег, которые стали свидетелями трагедии Все случилось во время ракетного обстрела возле Часового Яра Это соседний с Бахмутом город Арман Солдин и его коллеги по Франс Пресс были с группой украинских военных Когда рядом с ними взорвалась ракета 32-летний журналист погиб, остальные не пострадали В Украинском институте массовой информации рассказывает, что Солдин был в первой команде агентства Франс Пресс Которое отправили в Украину после начала российского вторжения в феврале 2022 года С сентября Солдин жил в Украине, руководил работой группы И регулярно ездил на передовую на восток и юг страны Он стал 57-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии Федеральный суд Манхэттена признал Дональда Трампа виновным в деле О попытке изнасилования журналистки Джин Кэрол Помните, мы рассказывали об этом судебном процессе? Кэрол выдвинула обвинение против Трампа, утверждая, что в 1996 году В универмаге в Нью-Йорке он забил ее в примерочную и изнасиловал Так вот, сейчас суд признал экс-президента виновным в сексуальных домогательствах Но не в изнасиловании И присудил выплатить Кэрол 5 миллионов долларов Причем три из них Это компенсация за беспочвенное обвинение Трампом журналистки в клевете Важный момент, это был гражданский, а не уголовный процесс Поэтому тюремное заключение Трампу не угрожает Как утверждает BBC, это первый случай, когда бывший президент США Был признан юридически ответственным за насильственное сексуальное действие Дональд Трамп, как сообщает CNN, сразу заявил, что подаст апелляцию Вины свои он не признает И в размещенных в своей соцсети роликах утверждает, что вообще не знает, кто такая Кэрол Сама Джин от комментариев после суда в прессе отказалась Трампа в зале суда не было Его адвокат назвал обстановку там цирковой Да, атмосфера была цирковая И если бы он был здесь, это было бы еще больше похоже на цирк Вы знаете, это трудно доказать Скажем, вы украли мою ручку Докажите, что этого не делали Как бы вы это доказали? Сказали бы, что этого не делали, верно? Это похоже на ситуацию, в которой мы находимся Леш, вот любопытно, что после обвинения Трампа в мошенничестве В деле о выплатах за молчание порнозвезде Сторми Дэниел Рейтинги Трампа среди республиканцев резко выросли И вообще открытые против него дела мобилизировали сторонников Трампа Это вообще удивительно все И вообще удивительно, что после истории со штурмом Капитолия Судебные тяжбы с порноактрисой в деле о мошенничестве Ну а теперь получается и доказанные попытки изнасилования Со всем этим бэкграундом Трамп вроде как собирается претендовать на пост президента США Но интересно будет его свежие рейтинги посмотреть Да уж, интересно и немного страшно Ну и тут, наверное, важно сказать, что сам Трамп, конечно, все это считает политическим преследованием, кстати Спасибо, с главными новостями этого утра была Анна Провкова Во второй половине программы Вот сейчас еще на мгновение вернемся к вчерашнему военному параду на Красной площади Я уже упоминал статью Медузы, которой источники рассказали о том, что российским пропагандистам рекомендовали не рассказывать широко о подготовке парада к 9 мая состоявшегося вчера Но вообще в распоряжении Медузы оказалась свежая методичка, подготовленная для пропагандистов в администрации президента России И в ней, помимо прочего, государственным и проластным СМИ рассказывают, как нужно освещать готовящееся украинское контрнаступление Кремль просит пропагандистов не занижать ожидания анонсированного контрнаступления Украины при поддержке НАТО И не говорить о том, что Киев якобы не готов к контрнаступлению Провластные СМИ, наоборот, должны сделать акцент на том, что западные страны поставляют Киев вооружение и всячески поддерживают Украину В этой же методичке Кремль советует пропагандистам не педалировать информацию о суммах, которые направляются из российского бюджета на восстановление объектов на оккупированных украинских территориях Вместо этого пропагандисты расскажут о том, как в России решаются проблемы, например, о ремонте в школах, детских садах и больницах И, судя по методичке, в Кремле уверены, что такие сюжеты будут иметь общественное одобрение Сейчас к нашему эфиру присоединяется специальный корреспондент Медузы Андрей Перцев Андрей, здравствуй Доброе утро Давай сначала про то, что говорится в методичках об украинском контрнаступлении Выходит, Кремль сейчас приказал пропагандистам перестать над Украиной и украинской армией насмехаться Ну, может, не то, чтобы насмехаться над самой армией, но то, что у этой армии теперь есть западное оружие Часто в сюжетах мы видим какие-то слова о том, что есть западные наемники, западные инструкторы Что это все серьезно, да, вот об этом надо рассказывать И, в общем-то, это мы даже слышим не только от пропагандистов, но и от персонажей типа Евгения Прибожина Да, вчера он выступил достаточно такими громкими заявлениями, да, все про дедушку В основном, говорят, да, гадают, кого он дедушкой назвал сумасшедшим А вот то, что, например, он говорил, что может посыпаться фронт, да, в результате контрнаступления Или что-то, это как-то не очень обсуждается Ну, вот сегодня Рогозин, бывший глава Роскосмоса, выступил тоже с заявлениями о проблемах Явно это, особенно тех, кто находится там, беспокоит, да, и в таких условиях Как насмехаться над армией Украины, утверждать, что она слабая, да, а потом получить отступление своей армии Конечно, это, ну, двойное поражение, можно сказать Андрей, ну вот если говорить про эти методички, я правильно их понимаю, что логика их такая Что если контрнаступление Украины провалится, то тогда это там в глазах пропагандистов будет значить Что российская армия мощная, она остановила всю мощь западного оружия Ну, а если украинское контрнаступление будет успешным, то, ну, ведь это же западное оружие Мы ничего не могли с ним поделать Да, именно так и есть Ну, с точки зрения пропаганды, наверное, можно сказать, что такая позиция действительно Ну, не то что выигрышная, да, но беспроигрышная То есть победить сильного врага всегда престижнее, а проиграть ему вроде как и не стыдно Да, что, ну, в принципе, это мы слышим не совсем, как, не совсем в этих словах, да, но уже достаточно давно мы уже слышим от Даже от самого Путина или от официальных лиц МИД, что Россия борется с целым НАТО на самом деле, с Западом, поэтому так все медленно идет, все трудно Ну, сейчас вот очередной, как бы, виток, да, вираж вот такого пропагандистского фокуса Андрей, тебе достаточно часто удается добывать вот эти методички кремлевские А понятно, на какой период времени, собственно, они раздаются Есть какой-то срок, вот эта информация к действию для пропагандистов на месяц, на два или там на неделю Ну, это на несколько дней примерно происходит Вот по прошлым, например, есть рекомендации как бы общего характера, да, вроде как, например, ну вот Запрет, например, освещать репетиции, да, то есть это, ну, вот разовая такая, есть вот общие какие-то слова Репетиции парада, да, было нельзя показывать, потому что мало техники Да, ну вот мы увидели, что ее даже не то, что мало, а всего один танк, да, исторически выехал на репетицию парада в Москве Есть общие рекомендации, вот типа того, что не надо, значит, занижать ожидания, да, или писать конкретные суммы Есть рекомендации, по которым, вот я видел, и мы, в принципе, публиковали это потом Это в прошлом году конкретные статьи, когда войну, да, ну или как спецоперация в официальной пропаганде Рекомендовалось сравнивать с крещением Руси, вспоминает Александра Невского И, в принципе, целые куски этой методички появлялись в словах даже эксперта, да, то есть у ста экспертов Вкладывались слова этой методички, ну вот это, наверное, методичка как бы Такого достаточно быстрого срока исполнения, если это к конкретному событию Ну вот в свежей методичке, которую ты раздобыл, там еще Кремль советует пропагандистам Не педалировать информацию о суммах, которые направляются на восстановление на оккупированных украинских территориях А тут какая логика? Почему нельзя говорить о том, сколько денег тратится, не знаю, на Мариуполь? Логика простая, там как бы можно говорить, да, что там ремонтируют школы, ремонтируют больницы, ремонтируют дороги Как бы само освещение вот этого вот процесса восстановления инфраструктуры не возбраняется Возбраняется называть конкретные суммы Я так понимаю, что это связано с дефицитом бюджета Потому что уже бюджет, дефицит бюджета за первый квартал составил 2,4 триллиона рублей На год дефицит запланирован 2,9 Понятно, что он будет только расти, вряд ли он остановится Расходы, да, и недостаток поступлений Соответственно, люди увидят, что, наверное, к осени может быть какие-то задержки выплат Или большая инфляция Они увидят, что в их городах и селах становится все труднее с ремонтами этих школ и дорог И когда называются конкретные суммы, да, миллиарды, сотни миллионов, которые потрачены в Донбассе Конечно, у людей будет возникать недовольство, да, почему там столько много тратят Да, одно дело, когда, ну, построили школу, да, ну, кто там, ну, может, там, добровольцы приехали, да, кто-то там материалы дал Я видел эти материалы уже, да, которые без цифр Просто, что вот регион восстанавливает, а за какие деньги он восстанавливает Что он тратит, непонятно Но когда называются конкретные бюджетные суммы, которые идут туда Конечно, у людей возникает ощущение, что это тянут из их кармана Это мы видели по Крыму, да, то есть опросы были Ну и, видимо, эти цифры в эфире мы, вероятно, и впредь слышать не будем Андрей, спасибо огромное, что добываешь эти инсайды Спасибо Андрей Перцев, спецкор Медузы, о методичках, которые кремы рассылают в государственные СМИ В Екатеринбурге, в мэрии города, под барельефом, с портретом бывшего мэра Евгения Ройзмана появилась пометка, признана лицом, выполняющим функции иностранного агента Барельефы в честь Евгения Ройзмана и Александра Высокинского, которые возглавляли Екатеринбург ранее открыли в здании администрации города в январе этого года Маркировки иноагента под барельефом Ройзмана тогда не было А действующий мэр города Алексей Орлов заявил, что статус иноагента и его предшественника не имеет значения Но, видимо, через несколько месяцев администрации передумали и под барельефом с Ройзманом появилась надпись, напоминающая, что бывший мэр в России признан иностранным агентом Сегодня в Екатеринбурге очередное заседание по уголовному делу против Ройзмана Его обвиняют в дискредитации российской армии за стрим в Ютубе, где Ройзман отвечал на вопросы горожан Ранее Ройзмана уже оштрафовали за критику российских военных А теперь суд может отправить его в колонию, ему грозит до пяти лет тюрьмы О деле Ройзмана мой коллега Григорий Пырлик поговорил с председателем Екатеринбургского общества «Мемориал» Алексеем Мосину Он очень сильный человек внутренне, с нравственным стержнем внутри С такими людьми власти очень непросто, особенно когда за ними стоит определенная общественная поддержка У него своя общественная приемная, в которой он ведет прием до последнего времени, пока была такая возможность У него очень большая поддержка в городе, его хорошо знают, его уважают Он за последние 20 лет принял около 30 тысяч человек на этих приемах И большинству из людей, которых он принимал, он смог так или иначе помочь В отсутствии серьезной помощи со стороны государства это производит очень такое большое впечатление Сейчас он фактически своего рода домашний арест Он лишен был возможности пользоваться телефоном, интернетом, посещать общественные мероприятия Они причине такое, что сами не знают сейчас, что с ним делать И, наверное, были бы рады, если бы он уехал Но он человек принципиально, он сказал, нет, почему я должен уехать? Я здесь родился, я здесь всю жизнь прожил, меня здесь знают, меня здесь уважают Я останусь здесь, в своем городе И, в общем-то, он намерен, мне кажется, на этом дальше наставить То есть он не собирается никуда уезжать Хотя давление, я думаю, на него, конечно, оказывается Поэтому, да, к сожалению, приходится ожидать таких жестких действий в отношении его Ну а теперь к новостям про Евровидение В Ливерпуле вчера вечером состоялся первый полуфинал Евровидения Который Великобритания в этом году проводит от имени Украины Открывала полуфинал украинская певица, солистка группы Hard Kiss Юлия Санина Вообще, вчера на сцене было несколько украинских артистов Но конкурсный номер от Украины мы увидим только в субботу Так как, по правилам Евровидения, страна, которая победила в прошлом году Автоматически попадает в финал Напомню, Россия и Белоруссия Евровидение участия больше не принимают Белоруссии исключили из Европейского вещательного союза После фальсификации президентских выборов в 2020 году А Россию после вторжения в Украину буквально через два дня После 24 февраля И хотя Евровидение конкурс аполитичный, о войне в этом году со сцены говорят прямо В частности, во время открытия Юлия Санина вчера объясняла Что Великобритания принимает конкурс вместо Украины именно из-за войны Ну а еще несколько участников конкурса в текстах своих песен выступают за мир А некоторые исполняют откровенно сатирические антивоенные композиции В Ливерпуле работает наш корреспондент Юлия Жукова Юль, здравствуй, расскажи, какие выступления первого полуфинала были самыми яркими И объясни, почему вот этим утром я видел, что в соцсетях все обсуждают Хорватию Леш, привет! Обсуждают действительно в соцсетях Хорватию Потому что номер был очень яркий и сатирический И группа поет в своей песне о малом подлом психопатии Если что, это была цитата И в конце своего номера они выносили на сцену макеты ракет И вот как раньше объясняли сами участники группы, что это такая сатира Они высмеивают российскую агрессию в Украине Высмеивают политику диктаторов Высмеивают политику Путина и Лукашенко И там в номере есть, фигурирует также трактор И сами участники группы объясняли, что это такая связь между Белоруссией и Россией Такая отсылка, когда Лукашенко подарил трактор на 70-летие Путина Это, конечно, удивительно, что, как ты правильно сказал, в таком, казалось бы, аполитичном конкурсе Евровидения Накануне так много поднималась тема войны Чего стоит только номер украинской певицы Алеша Которая представляла Украину на Евровидении в 2010 году И вот в этом году она выступала на Евровидении уже в качестве гостя Вместе с британской актрисой И они пели культовую британскую песню Ordinary World И она очень по-новому зазвучала накануне Номер был посвящен украинским переселенцам Которые вынуждены были бежать от войны Ну а вообще, если говорить о фаворитах после первого полуфинала То сейчас четко прослеживаются два любимчика у фанатов Это Швеция Лорин, которая уже выигрывала один раз Евровидение И финский певец Карри Вчера перед первым полуфиналом фанаты ходили по всему городу И напевали его песни «Ча-ча-ча» Подробнее давайте посмотрим об атмосфере в следующем фрагменте Очень классная атмосфера, классный вайб Нам очень нравится Финляндия И их песня «Ча-ча-ча» Это круто Мы очень любим Евровидение Это как большая семья Это просто фантастика Это большая вечеринка Мы любим вечеринки И мы будем болеть за Швецию, за Лорин Я думаю, что Англія хочет чувствовать, хочет попробовать понимать украинский народ И это очень хорошая часть Евровидения, который будет показывать наших людей с хорошей стороны Мы очень думаем, надеемся, что Украина выиграет еще раз, потому что мы того варти Обязательно И даже не и тут В финал прошли представители 10 стран Это Чехия, Хорватия, Финляндия, Израиль, Швеция, Молдова, Норвегия, Португалия, Сербия и Швейцария Ну и сегодня уже стартуют генеральные репетиции второго полуфинала Который состоится уже завтра, 11 мая Ну а гранд-финал, по сути, главное событие всего конкурса Евровидения состоится уже 13 мая в субботу И это шоу будут смотреть десятки миллионов по всей стране Напомню, что Украина на правах страны-победительницы будет выступать сразу же в финале В этом году Украину представляет группа творче с песней Heart of Steel Что в переводе Стальное сердце И эту песню участники группы написали после событий на Азовстале в Мариуполе год назад И, кстати, сама группа творче Они в интервью здесь международным журналистам Очень много постоянно напоминают о войне, которая продолжается в Украине И вот для них, как они сами говорят, в этом году не важна победа больше на конкурсе А важно донести о том, что в Украине до сих пор продолжают летать российские ракеты Бомбят украинские города И они об этом говорят практически на всех мероприятиях, которые происходят здесь, в Ливерпуле Юля, у нас ровно минутка остается, я хочу тебя спросить еще просто инсайт Расскажи по нашей аккредитации, ты можешь заходить в гренрум, в зале, вообще находиться в зале? Все это видеть в своем глазе В гренруме, к сожалению, не могу заходить, но у меня есть доступ к арене Могу заходить на некоторые репетиции, куда пускают журналистов То есть могу увидеть некоторые выступления еще до того, как их увидят зрители в прямом эфире Но не всегда это можно транслировать в наших эфирах Потому что, насколько мы знаем, жесткие правила по поводу этого всего у организаторов Евровидения Но в целом доступ есть и очень много журналистов в этом году приехали Все очень приветливые, когда узнают, что ты из Украины, очень тепло всегда к тебе относятся Это очень чувствуется Юль, ну я надеюсь, что ты обязательно запишешь интервью с победителем Евровидения Когда мы этого победителя узнаем в эту субботу И вообще будем в течение этой недели тебя обязательно ждать в нашем эфире Юлия Жукова работает в Ливерпуле на Евровидении Это программа «Утро» на канале «Настоящее время» Мы открываем информационное обещание нашего канала по будням в 9 часов утра По Киеву, Риге, Минске и Москве Спасибо, что провели с нами последний час Не забывайте поставить лайк под наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке И обязательно включайте нас завтра Эфир «Настоящее время» продолжит новости Азии Меня зовут Алексей Александров До встречи